В плане, что не спит, и я с удовольствием сообщаю вам, что в выборах президента Республики Беларусь приняло участие 90% и 0,66%. Кстати, если сравнить это с выборами... Нет, мы позже сравним, мне там открыто, не на той странице, с выборами 2006 года. Итак, за господина Костусева, кандидата в президенты, проголосовало 126 645 человек или 1,97%. За Лукашенко Александра Григорьевича проголосовало 5 122 866 человек или 79,67%. За Михалевича Алексея Анатольевича проголосовало 65 598 человек или 1,2%. За Никляева Владимира Прокофьевича проголосовало 113 747 человек или 1,77%. За Романчука Ярослава Числавовича 126 986 человек или 1,97%. Кандидат Ромашевский набрал 1,1% или 70 433 гражданина отдали за него свои подписи. Да, голоса, извините. Санников Андрей Олегович набрал 2,56% или 164 тысячи избирателей за него проголосовало. За Статкевича Николая Викторовича отдали голоса 67 тысяч избирателей или 1,04%. За Терещенко Виктора Ивановича 69 тысяч избирателей, 653 человека и 1,08%. И УСТ Дмитрия Ивановича его поддержало 31 тысяча человек или 0,48%. Против всех кандидатов проголосовало 6,47% избирателей. Таковы итоги голосования на выборах президента Республики Беларусь в 2010 году. А вот Николай Иванович мне открыл об итогах выбора президента Республики Беларусь в 2006 году. Кстати, там явка избирателей была несколько выше. 92,9%, то есть на 2% больше в 2006 году избирателей пришло на выборы. И если говорить об электоральной поддержке действующего президента, она тоже была несколько выше, 83%. Сейчас 79,7%. Но я хочу предупредить вас, что вот этот сборник – это уже окончательная выверенная статистика, то есть созданная месяца через два после выборов. А здесь предварительный результат, который, конечно же, может и увеличиться на эти же 2% в ту сторону или уменьшиться на тех же 2% в иной. Вот, по сути дела, все итоги выборов. Я могу сказать, что если говорить об итогах выборов, то жалоб на них в Центральную комиссию пока не поступало. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...